Вообще с ними очень мало кто знает, что с ними столкнулась советская армия в 80-е в Афганистане. В афганской войне советские бойцы и командиры такие винтовки называли «бур». Дело все в том, что афганцы имели, ну это как бы, скажем так, их основное, вот эта вот территория, она входила в, скажем так, зону экономических, социальных, политических интересов Британской империи. И афганская армия получила очень много британского оружия, в том числе вот такие винтовки, начиная с 20-х годов прошлого 20-го века. Надо отметить, что к 80-м годам очень многие пуштунские племена на юге Афганистана, их основное оружие, это были вот именно такие винтовки. Боеприпасы были весьма распространены, легко было их обслуживать, их было очень и очень много. И когда начались боевые действия в Афганистане, то, в общем-то, афганцы вполне использовали их против советских солдат и офицеров. Затем, уже в ходе войны, этого оружия все становилось меньше и меньше, потому что, ну, все-таки с магазинной винтовкой воевать против, да, там, танков, бронетранспортеров, автоматического оружия, которым была вооружена и советская армия, и афганская национальная армия, было очень сложно. И его потихонечку стал вытеснять автомат Калашникова, который поставлялся в том числе нашими китайскими соседями. Вот, тоже по социализму, скажем так. Но такое оружие, оно весьма и весьма было распространено, и бойцы и командиры советской армии из-за граничного контингента в Афганистане, очень много их захватили в качестве трофеев во время каких-либо операций, особенно в первой половине 80-х годов прошлого 20-го века.